Женщины, когда гражданский брак, пожалуйста, за уши мужика в ЗАГС, иначе он уйдет. Это просто гарантия. Или вы дотягиваете его до ЗАГСа, или он уходит. Потому что само по себе гражданский брак означает, мы друг друга не верим. Все. Нет другой причины, а что не записаться? Значит не верим. А если не верим, значит разойдемся. Поэтому тяните за уши просто. Не вытяните, значит не повезло. До свидания, все хорошо, прекрасно, потом гражданский брак просто исчез. Моя хорошая, поймите, пока вы не очистили сердце от того, что было, пока вы находитесь в стрессе, вы никому не будете нужна. Сердце очищается с помощью Бога. Нужно сейчас научиться любить Бога. Научиться молиться, научиться душой очиститься. Когда у вас в сердце чистое чувство останется по отношению ко всем, у вас начнется новая страница жизни. Вот сейчас у вас сердце тяжелое. Он побыл рядом с вами, тяжесть эту почувствовал, ему не понравилось. Ушел. Но есть еще один момент. Женщина, вот хотите верьте, хотите нет. Сейчас культура другая. Но это ничего не меняет. Отдали свое тело мужчине раньше времени. Все. Он остывает. Если даже он вас сильно любит, начинает людить меньше. Еще раз отдали просто так раньше времени. Еще меньше любит. Потом надоедаете вы ему. И потом он вас бросает. А когда семья создается, уже другое. Он как бы, Бог тогда поощряет отношения. И как бы они не становятся вот этими внебрачными, такими греховными. Они не оскверняют любовь, понимаете? То есть это жена уже для него. Он по-другому относится. Более ответственно. А так непонятно, кто полежал, отдохнул. И он думает, надо мне это или нет. А когда женился, он же так не думает. Жена и все, все уже. Понимаете? Поэтому, женщины, вы не позволяйте себя предавать. Не подпускайте близкого мужика к себе. Он должен созреть. Чем он больше как бы зреет, тем больше ответственности. Потом он женится. И становится родным человеком. А так вы чужого подпустили к себе. Он чужим и остался. Он у нас единое решение. Он просто еще. Ну, значит, вот повлияла вот эта ситуация сердцем с вашим. Оно и сейчас так. Вы до сих пор, когда, ну, наедине с собой остаетесь, вспоминаете этого человека, который вас бросил. Вы до сих пор от него не отвязались. Вы до сих пор это делаете. Это значит, что сердце занято. А надо его освободить. Надо Бога вспоминать. Людей любить. Перестать эгоистично воспринимать человека. Думать только о нем. Любите людей. Отдайте себя всем людям. Что вы себе одному человеку отдали? Дайте всем людям. Любите всех. И какой-то человек будет вас любить за это. Ну, отец, поняла.